всем привет мне кажется удалось подключиться первый раз в жизни делаю самостоятельный прямой эфир докатился вот сейчас я надеюсь что у меня здесь появится собака и ксения запросе так сказать разрешение на беседу и мы с ней начнем разговаривать вот так секунду ну я конечно крупный специалист по ведению прямых эфиров где-то тут у меня должна быть собака появится судя по всему запросов масса но мы обещали собаки ну ждите сейчас мы видим а тут все соберемся со страшной силой что-то я видимо делаю не то да как думаете вы издеваетесь решили все со мной выйти в прямой эфир да а я должен выйти с собакой собака собака ты где или чё-то я не то делаю вышел в прямой эфир чувствую себя полным кретином вот она цифра так ну мы теперь ожидаем от собаки подключения вы были свидетелями моего о моей борьбы с телефоном вот это доктор куртатов и телефон ксения вы отлично справились андрей владимирович здравствуйте большое небольшое введение для наших зрителей мы запустили серию ежедневных прямых эфиров с нашими героями которые рассказывают нам как быть эффективными во время кризиса что с нами будет как справляться с текущей ситуации естественно мы решили обратиться к вам как нашему гуру за советом театру чтобы вы нам рассказали что же с нами станет меня зовут ксения гащицкая я редактор журнала собака ру и тема нашей сегодняшней встречи встречи как стать эффективнее во время карантина я предлагаю такую структуру нашей сегодняшней беседы мы сделаем такой небольшой скажем так небольшую диагностику того что происходит опишем какие-то побочные эффекты и выпишем всем рецепт что же делать как же нам справиться с этой историей вопрос который связан с нашим сегодняшним выходом в эфир мы все перешли в диджитал а вы нас от этого очень сильно предостерегали что нам делать как вы оцениваете эту ситуацию чем нам это грозит ну я прежде всего скажу о своих надеждах мои надежды состоят в том что когда у нас меняются условия существования то мы можем действительно совершать ну как ну вот если просто пример да когда американские солдаты во вьетнаме воевали они там все потели на наркотики вот к счастью вернувшись с из боевых действий больше 90 процентов освободилась от зависимости и она осталась только у как бы нескольких процентов поэтому я надеюсь что в момент когда нам можно будет освободиться диджитала большая часть освободится проблема состоит в том что мы уже от него очень зависимы сейчас и у этого есть свои побочные эффекты вот потому что если вы долго пребываете в социальных сетях то у вас растет депрессивная настроенность то есть у вас могут депрессивные мысли появляться суицидальные мысли появляться там и так далее ну вот поэтому я уже не говорю про совсем молодых детей молодых людей которые слишком много проводят времени когда им нужно общаться и как бы структурировать на самом деле те части мозга которые в последующем будут отвечать за мышление вот поэтому ну я рассчитываю что мы в какой-то момент мы минимизируем хотя ожидаем все негативные последствия значит вот понимаете в чем дело тут две вещи первое связано с тем что у нас в принципе сейчас формируется такая настороженность то есть мы начинаем побаиваться напрямую контактировать с другими людьми особенно если они не близкие наши знакомые мы боимся что мы сможем заразиться вот поэтому и это будет нарастать потому что что мы должны понимать что все думают что у них карантин закончится в начале мая не испытывайте иллюзий значит карантин может быть и закончится но он будет время местами постоянно как бы снова появляться и будут какую-то социальную активность зажимать значит пик смертей и заражений планируется на вторую половину конец апреля то есть у нас будут заражаться тысячи людей в день вот и будут умирать там сто двести может быть человек в день будет умирать по стране это на самом деле не такие большие цифры вот то есть нужно понимать что при том что все заражаются это не 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 катастрофическая летальность но это неизбежно вот сидеть год без как бы без невозможно экономика это не выдержит вот люди это не выдержат им нужна работа вот поэтому у нас будет еще просто длительный период когда мы только выйдем все кто выходит они становятся почвой для распространения вируса вирус начинает распространяться нас снова всех будут загонять вот эти волны они будут собственно говоря продолжаться до тех пор пока мы не накопим так называемый популяционный иммунитет когда нашей популяции не на как бы не будет достаточно количества иммунизированных естественным образом потому что вакцину еще ждать год а то и может полтора вот поэтому есть вот эта проблема возможной настороженности которая у нас будет появляться вообще не с другими людьми потому что мы будем уже даже в какой-то момент на подсознательном уровне расценивать их как источник инфекции заразе но еще очень интересный такой момент потому что в своей книге красная таблетка вы описывали то что диджитал ориентированными да люди теряют связь с реальной с реальной жизнью и очень сильно уходят и погружают в специальные сети в пролистывание в зависание в инстаграме сейчас опять же волна прямых эфиров люди смотрят эфиры отчасти это элемент борьбы с тревогой но очень многие эфиры в том числе продуцируют такой знаете очень негативный фон как научиться нам фильтровать эту негативную информацию не подключаясь на вот эту плохую скажем информацию и уметь дозировать для себя ну значит у меня есть один ответ значит вот у нас с вами пугающий эфир я считаю он как всегда как любая ваша таблетка Андрей Владимирович горький но справедливый да но на самом деле когда вы обсуждаете реальное положение дел со специалистом ну то есть человеком который разбирается даже если он говорит не самые обнадеживающие вещи это вас возвращает к реальности и сделает более функциональными более делает защищенными более уверенными там и так далее вот когда вы начинаете слушать людей которые ну мягко говоря это не является их специализацией я точно скажу что вирусология не является моей специализацией вот но я врач военный поэтому мы собственно всю эпидемиологию прекрасно проходили я об этом понимаю ну вот на уровне такого врача общей практики вот но я специализируюсь именно на панических состояниях на вот как бы на психологических составляющих но вот здесь если я что-то говорю то это ну с большой степенью вероятности можно этому верить ну вот если же слушать всех подряд кто там чего-то рассказывает ну как бы сейчас у нас свобода этого слова вот есть издержки да потому что тот кто кричит громче как правило как бы его и слышно больше вот есть люди которые просто пользуются ситуацией как бы все это хайпуют так сказать на всем этом безобразии вот ну да можно ли сделать такой вывод что очень важно именно наблюдать и доверять экспертному мнению то есть проверять экспертность человека который рассуждает о конкретной проблеме ну а какие у нас есть еще никаких ну то есть проблема тоже там и с экспертностью потому что я к сожалению сейчас уже видел людей с с образованием и даже с докторскими степенями которые говорили вещи мягко говоря такие странные вот ну как бы а потом какую информацию дополнительно хотите получить ну значит я вот могу всю сказать она сейчас вся закончится информация раз значит большинство из нас переболеет 70% из нас переболеет бессимптомно значит есть группы риска которая должна особенно беречься значит от заболевания значит от заболевания коронавирусом это люди с с тяжелыми патологиями с ожирением с болезнями сердца дыхательных путей вот и соответственно пожилые люди вот им надо беречься значит вирус будет продолжать еще долго куколобродить вот есть способы защиты значит они первое значит мыть руки носить перчатки в общественных этих местах вот маски ну можно носить можно не носить но если толпа то носить лучше вот если вы просто идете по улице то бессмысленно это не сильно поможет зато если вы начнете трогать лицо то вы скорее всего потрогаете маску поэтому тоже в этом есть определенный защитный такой механизм ну вот и все больше вам никто ничего не скажет то есть как же в этих условиях нам стать эффективнее как мы можем использовать это время с максимальной пользой для себя я предлагаю сильно испугаться такое есть предложение нашей общественности значит мы с вами катимся в тартарары понимаете потому что это что это вся весь мир встал на стендбай значит они закрывают предприятия они закрывают сферу услуг ну если мы говорим про крупные города то у нас же здесь это раньше Москва и Петербург были центрами машиностроения так сказать сейчас все в этих лофты на заводах понимаете смешариков на заводе вот да они заводы у нас одна сплошная сфера услуг вот это рестораны все эти гостиницы такси там и прочее 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 вот парикмахерские культурные центры кинотеатры там и так далее вот все значит останавливается и вообще неизвестно что из этого сможет завестись да у меня кластер закрыт да соответственно все всем людям надо им помочь это все дело пережить а когда это все заработает заработает ли это вообще в том виде в котором это раньше работало социальная тревога я себе представляю ну вот это все же с ума посходит вот поэтому и куча людей просто будет вынуждена закрыть предприятие и так далее просто я предлагаю испугаться и понять что дорогие друзья у вас вообще вот просто выделилось время получения новых профессиональных навыков учиться программированию дата сайенсу дизайну там и чертов ступи ну то есть у каждого там начинают учить языки какие-то вот ну зачем вам языки вот задумайтесь у вас уже вот можно в телефоне там вот открываешь этот google переводчик вот говоришь что-то туда и он тебе попереводит слушает кто-то и ты он переводит через два года в ухе будет такая штуковина стоять вы по-китайски говорите вам по-китайски говорят а вы по-русски слышите в ухе ну и люди занимаются ахинейкой мозг развивают ничего не развивается от дополнительных языков а вот какие-то навыки профессиональные и навыки мышления вообще вот тоже включить голову они это как его то что такое цифровое потребление просто наращивание собственной глупости потому что это примитивный контент мы то что мы едим вот мы на физическом уровне то что мы физически потребляем вы едите молекулы какие-то и среды и они вас строят ваш организм но на информационном уровне мы же то какую информацию мы потребляем если всю дорогу на Бузову смотреть при всей моей любви будем говорить ну это же ну а и будет в голове Бузова ну как бы и что ну и что с этим делать это катастрофа ну вот поэтому конечно потребление сложного контента связано с накоплением профессиональных навыков на рынке сейчас будет дефицит работы в Америке он там они растет эта безработица просто со страшной силой ну вот и у них хорошо у них еще пособие платят по безработице а у нас будут платить это по башке что-нибудь ну вот люди очень переживают просят успокоения у всех сейчас конечно супер повышен во-первых тревожный уровень во-вторых агрессивно вот как нам сейчас справляться с тревогой учитывая что не все сухо радужно вот просто пойти в ресурс да тревога это просто вредное дело значит просто толку от тревоги еще никто благодаря тревоге не стал ни богатым ни здоровым нет такой опции с помощью тревоги почему-то все думают что тревога то чем надо гордиться значит мы действительно сейчас все находимся в состоянии кризиса адаптации у нас как бы мы перестраиваемся да то есть у организма есть набор как сказать привычных действий у психики у нашей и сейчас надо все перестраивать вот то что вы оказались дома не думайте что все как было нет это все равно что вот вы привыкли есть например там закуску первое второе там третье а теперь представьте что вам нужно будет есть десерт потом второе потом первое а потом закуску вы как себя будете чувствовать не очень хорошо когда крыша поедет почему а какая разница никакой просто но поменялась последовательность действий и все у нас уже нарушение динамических стереотипов у нас нарушаются динамические стереотипы мы в результате чувствуем что дискомфорт надо формировать новый стереотип а это что такое вообще психика как работает у нас когда нужно сформировать новый стереотип жизни нужно нарастить новые нейронные связи между клетками то есть мы должны анатомически изменить собственный мозг и только тогда у нас сформируется новая привычка ну как это происходит это происходит за счет того что мы испытываем тревогу у нас выделяются соответствующие нейротрофные факторы которые заставляют расти к нервной клетке поэтому ну как бы хорошо то что есть это напряжение другое дело что его можно в трубу выдать вот этого тревоги боже боже я заражусь да заразимся ну что переболеем ну что гриппы не болеют я это обычно грипп чуть не померт до сих пор хромая спалка хожу ну бывает что то так большая часть выживет все нормально ну вот поэтому ничего нам не остается как просто собраться и использовать эту психическую энергию на работу у меня вот например сейчас нет никакого ощущения отдыха у меня просто день и ночь сутки прочь поэтому надо работать вот если нету работы учитесь находите те профессиональные навыки которые вы можете получить чтобы на рынке труда повысить свою ценность это замечательный совет Андрей Владимирович а у вас бывает тревога или вы супер переводите ее сразу в конструкцию какой конкретный конструктор вы начинаете планировать какие вообще антикризисные меры вы приняли сейчас для своей компании для своей компании значит для тех для всех для кого я могу найти работу на удаленке я нахожу работу на удаленке все это как бы больше никаких вариантов нету значит то что говорить про значит психоэмоциональное состояние значит есть способы нормализации психоэмоционального состояния психопрофилактические я в своих книжках счастлив по собственному желанию там средства от страха и все я везде эти они не хитрые их можно в интернете даже книжку там нерелаксация мышечное расслабление дыхание переключение во внешнее здесь сейчас и так далее ну просто есть масса которые надо ввести в систему для того чтобы организм не сходил с ума нужна сейчас просто физическая нагрузка то есть вы должны дома обязательно делать гимнастику вы должны что-то потому что иначе все это конечно застаивается мы тут в здоровом состоянии не особенно блещем а сейчас вообще черт знает что поэтому да поэтому ну как бы есть обычные средства профилактики и правильная концентрация энергии психической нормальной на работу значит сейчас вам ваш мозг выдает дополнительный потенциал сил вот куда вы его инвестируете во что можно в тревогу вот но для меня это просто абсурд я просто понимаю что если кризис вот я уже человек немолодой вот у меня был кризис 91 93 там 98 2008 14 господи этих кризисов уже было черта в ступе и я могу вам сказать одно и когда наступает кризис просто держать так сказать кое-что и просто торжественно биться за светлое будущее и все кто проявляет в этот момент малодушие какое-то начинает себя жалеть вот и придумывает что ему вот есть про поводу чего попереживать не время переживать вот пройдете через как бы турбулентность будете переживать пожалуйста все вот все может просто по палатам разойтись и переживать со страшной силы сейчас не то время надо работать я вот порекомендовала бы нашим зрителям сегодня вашу книгу счастлив по собственному желанию потому что в ней очень конкретно описаны шаги в том числе по работе с дыханием в том числе по работе с гимназией вообще со своим телом очень-очень замечательные упражнения я это написал как раз когда был парализован и лежал в поднице два года и собственно говоря ну да там описаны просто это же я вообще до этого писал монографии а потом когда меня парализовало я не мог ходить в библиотеку и проводить исследования все что я мог написать просто книжку из головы вот и я из головы в голове у меня были только те психотерапевтические техники которые я с помощью которых помогал людям справляться с неврозами вот поэтому она там двенадцать шагов к душевному здоровью так и называется по сути дела двенадцать таких занятий с комплексом психотерапевтических методов а вам кажется какая ваша книга для настоящего момента для наших подписчиков будет наиболее актуальным в моменте красная таблетка 2 вот я в свое время написал эту красную таблетку вот и она пользуется так популярностью но там на самом деле достаточно просто это доступно рассказано про мозг но не вот так знаете про мозг да а вот я ее как раз написал про наше вот это время очень такое как бы это сказать время у нас она такое расплывающееся все вот как будто бы у всех плывет вот как будто бы нету нигде опоры, нету ощущения какого-то будущего, к которому мы движемся. Вот. И вот книга, она, собственно, и там практически упражнения все как раз связаны с концентрацией, с формированием образа будущего там и так далее. Как мы можем, в вашей красной таблетке 2, как раз есть очень хорошие советы о увеличении собственной эффективности, о том, что мы должны прокачивать в первую очередь наш мозг. И я вот сейчас в вопросах тоже заметила такой комментарий. А как вам кажется, какие профессии будут востребованы в ситуации кризиса, на какое обучение стоит обратить внимание? Вы же консультируете крупные бизнесы, крупные корпорации. Какие универсальные советы вы могли бы и нам дать? Универсальных я не могу, потому что надо иметь, конечно, склонность к разной профессии. Из меня актер никогда не выйдет. Всегда будет понятно, что я дурака валяю. И художника из меня не выйдет, и дизайнера. Ну, как бы нету соответствующих навыков. Музыкантом я никогда не буду. Не мое. Слушать, пожалуйста, нет. Но поэтому есть, конечно, особенности. Но если говорить про дефицитные сейчас специальности, то они все связаны с искусственным интеллектом. И в первую очередь, конечно, с дата-сайенсом, с наукой о больших данных, потому что сейчас век больших корпораций. Мы переходим во время, когда будут создаваться такие вот большие корпорации, потому что, понимаете, Амазон, начиная с книжного магазина, сейчас самый крупный ритейлер занимается, какими роботов делаем, понимаете, и эти вот дроны у них летают и еще кино снимают и так далее. То есть все компании технологические, они имеют огромную просто человеческую ресурсную базу и они, конечно, сожрут весь как бы мелкий средний бизнес. Это неизбежно будет происходить. Он весь как бы интегрируется внутрь. Если говорить про крупные компании и наши тоже технологические компании, им всем нужны специалисты по большим данным, по искусственному интеллекту. Это сейчас такой... Но не все будут способны именно этим заниматься. Поэтому несложно дать какой-то универсальный совет. Просто говорите про востребованный. Сейчас я могу точно сказать, что это сейчас одно из самых востребованных профессий. И это можно учиться дистанционно. Еще очень многие путают, скажем так, состояние тревоги. И такого, знаете, сейчас очень модно быть позитивным. И у нас был миллион коучей, которые учили думать позитивно, мысли позитивно. И сейчас люди, столкнувшись, начав мыслить позитивно, мы столкнулись с кризисом. И вот тут эта позитивность рассыпалась. Как нам... И стала понятна несостоятельность на самом деле этой позитивной теории. И, опять же, необходимость правильно оценивать реальность. Вот как нам выйти из этого взрыва, скажем так, каких-то старых убеждений, максимально эффективно переписать наши нейронные связи? Тут вот, понимаете, вот это... Я вообще за позитивность. Просто она есть инфантильная. Вообрази себе, значит, цель мужа-олигарха и работу, значит, 100 тысяч долларов в месяц. И она у тебя реализуется. Это полная химия. Так ничего в этом мире не работает. Потому что все воображают себе муж-олигарха. И все хотят такой зарплаты. Даже если они не участвуют в марафонах желаний. Поэтому это, конечно, так не работает. То, что касается позитивного настроя, это очень важно. Потому что как только вы запускаете каскад депрессивных мыслей, а это такая классическая депрессивная триада. Я никуда не гожусь. Ни на что не гожусь. Я ни с чем не справлюсь. У меня нету навыков и так далее. Все плохо. Никаких нечем заниматься. Все пропало. Шеф, все пропало. Будущего нет. И так далее. Если начинается каскад депрессивной триады, то, а, нужно начать принимать антидепрессанты под назначением врача, конечно же. А второе, это, конечно, делает нас малофункциональными. Поэтому позитивное мышление. Другое дело, что это должен быть оптимизм, опирающийся на наши фактические действия, на фактическое поведение наше. Не простое мечтание. А все, что вам удается, понимаете, по чайной ложке добавить к нынешней своей ресурсной базе, все вы должны оценивать. Надо, как это, в любое время года надо что-то там с благодарностью принимать. Стихи Ильдара Резанова. Ну, действительно, что бы ни получили, ну, как бы, вот кризис, но это время для испытаний, для того, чтобы собраться. Вот я вам же предположитель, нарушение динамических стереотипов приводит к выработке нейротрохного фактора, что позволяет вам сформировать новые нейронные связи. Вы сейчас лучше выучитесь, чем бы, если бы вы учились в конструкции, когда не были лежачего, потому что у вас бы не было этой внутренней мотивации. Сейчас она есть, но надо в жизни фактической находить то, что можно использовать, трансформировать как раз на результативность, да, собственно. поэтому, ну, я бы за позитивное мышление, но оно должно быть здравым, а для этого нужно назвать мышление, потому что, что такое мышление? Мышление – это умение так строить модель реальности, чтобы ваши действия позволяли вам достигать больших результатов. Вот если вы тренируете вот именно этот навык, потому что что такое? Наш мозг постоянно моделирует реальность, и если он моделирует так, что в жизни становится все не так, хотелось бы, значит, просто модель плохая. То есть вы сделали карту, которая не совпадает с реальностью, и вы не можете по реальности пройти с этой карты, и вам нужно создать другую модель, смоделировать это иначе. И вот просто сейчас вот конкретный узкий пример, как можно смоделировать происходящее. Можно думать про то, что у нас паника, ужас, надо залезть под диван, это же модель реальности, да, и модель поведения, да, а можно думать, что у нас вызов, у нас куча задач сейчас, и мы не можем позволить себе расслабляться. Другая же ситуация, правильно? Абсолютно. То есть нужно быть максимально адаптивным. Люди, у которых бизнес связан опять же со сферой услуг, тоже нужно понять, как перевести то, что было, на новую модель, на новую реальность. Попробовать это объединить, правильно? Где-то, может быть, надо фиксировать убытки, и понимаете, потому что я не верю, например, что быстро восстановится весь сектор услуг. Ну, то есть там условно говоря, то, что людям надо стричься, это да, но макияж возможно они будут делать дома с бьюти-блогерами через прямые эфиры. Ну, то есть здесь нужно понимать, что где-то, где у вас большие расходы, вполне возможно, что все это не вернется быстро в обычном состоянии. течь бизнесе под угрозой, назовем это так, должны понять либо закрыться, либо как переориентировать их бизнес на максимально такую ситуацию для своего пользователя, как это делать онлайн, как сделать свой бизнес максимально эффективным через тот же диджитал, правильно? То есть помогает такая... Мне кажется, мы немножко переоцениваем бизнес в диджитале. Это вот сейчас такая ситуация, что все говорят вот в диджитале бизнес, я боюсь, что там делать особенно скоро будет нечего, то есть там не будет денег. Потом, это же вопрос тоже спроса, то есть если у людей мало работы, а все работают в сфере услуг и они не зарабатывают, то откуда у них финансы на какое-то дополнительное потребление. То есть здесь просто нужно понимать, что рынок сейчас будет сужаться. Поэтому сказать, что идите все в диджитал немножко напоминает идите все лесом. Кто может, тот может. Кто не может, надо просто думать дальше, думать про следующие ходы, думать про те потребности, которые будут актуальны через ход. Потому что понятно, что когда мы выйдем из этого всего хозяйства, то есть какие-то у нас вот и другие какие-то привычки, другие какие-то потребности будут, еще что-то. И про все это надо думать сейчас бизнесменам и переориентироваться. А как вы думаете, как Homo sapiens, как вид человеческий, как мы изменимся после этого карантина и какие выводы нам надо сделать прямо сейчас уже? Вот по этому поводу я испытываю большое сомнение, что-то сильно с человеком поменяется. К сожалению, человек и сменяется, то в худшую сторону. Мы прошли пик, так сказать, когда человечество было в своей лучшей интеллектуальной, культурной форме. Очевидно, что сейчас мы слегка в нашем метамодерне начинаем утрачивать смысл, утрачивать внутреннее содержание того, что мы делаем. Поэтому мне кажется, что мы в целом находимся в таком пике. Там другое дело, что в этом пике будет раздвоение. Кто-то отчаянно пойдет в Wolfcraft или как там эти игры называются, чтобы там потеряться окончательно и погибнуть на полях сражений виртуальной реальности как индивид, как мозг, как человек, принимающий решения. Есть те, которые поймут, что спасение утопающих в руках самих утопающих брать себя за шкирку и использовать интеллектуальные ресурсы для того, чтобы добиваться результативности. Поэтому нет общего рецепта. Если кто-то думает, что и выделено, конечно, где-то с этим разделением, где кто-то станет богаче, кто-то станет беднее, как это обычно вводится в рамках любого кризиса. Богатые богатеют, бедные беднеют. Количество бедных в принципе возрастает. Поэтому это понятно. С человеческой точки снизу чувство доверия. Будет большое количество людей, которые не способны принять вызовы реальности и будут проигрывать ей. Но надо бойцом быть. Надо собираться. Какая война? Как можно? Дурака я не понимаю. Я как военный врач рассуждается. Часто советуете для того, чтобы собраться как раз, мобилизоваться и быть эффективным, максимально планировать от самых мелких вещей до каких-то крупных проектов. ситуации, когда непонятно как планировать, если непонятно совершенно, что будет дальше? Понимаете, вообще всегда непонятно, что будет дальше. Кто знал в ноябре прошлого года, что мы таким образом отпразднуем апрель. Понимаете, 1 апреля пошел снег в Петербурге. Все зиму 1 апреля. Новый год. Новый год надо передумать. Поэтому нам кажется, что мы знаем будущее. Поэтому это не мешает строить планы. Просто если вы не можете построить план, вы не придумали, что вы можете дать этому миру. И задание состоит в том, что в конце концов мы же все находимся на рынке. Это не я сказал, это Эрик Фром. Мы все находимся на рынке. На рынке человеческих отношений, половых отношений, профессиональных отношений, рабочих отношений. Мы или востребованы рынком, или не востребованы. Все. Нету альтернативы. То есть мы или нравимся, или не нравимся, мы нужны, или не нужны, и так далее. И здесь вопрос, что мы можем предложить. Если мне нечего предлагать, какие у меня могут быть планы? Значит идем копаем, что мы сможем предложить. Поэтому я начал с формирования новых навыков и того, что может быть полезно в случае, когда обычный, не очень интеллектуально напряженный труд в виде водителя, работника ресторана, сейчас же какой-нибудь ресторан взять, умные толковые молодые люди нашли способ зарабатывать деньги на жизнь и сильно на него напрягаться. Пришел, поработал там где-то все кчевые дали, понимаете, и так далее. А вот чем это заканчивается. потому что в какой-то момент вся лафа, ну как бы вот оно сколько вот было, вот жили в Советском Союзе, все не нравилось. Лафа, ничего не делай, дурака валяй, свои 470 я завсегда добуду, пел известные песни. А потом раз и привет, и выяснилось, что то, что ты инженер, и такая была профессия, инженера, это сейчас инженер, востребованная профессия, тогда была как бы ни на что не година, иди в инженеры, просиживай штаны вот это вот в Министерстве легонькой промышленности. И потом выяснилось, что такой простой путь заканчивается тем, что ты не можешь адаптироваться к ситуации, которая будет меняться. А то, что она будет меняться, коронавирус, это тьфу. Меняться она будет системно, в связи с тем, что мы в целом четвертую мировую войну у нас, я книжку написал, что зря. Нет, все будет дальше. Андрей Владимирович, вы все знали. И как футуролог, вот прямо оно все так и будет апокалиптично сбываться, скажите, пожалуйста. Не, ну, то, что касается коронавируса, там, конечно, ни я его не предсказал, никто его не предсказал. Было понятно, что мы с точки зрения значит, вот инфекционной у нас есть дыры. Это было понятно, начиная с птичьих гриппов, которые начали развиваться, и как бы на счастье они смогли, ну вот, но это тут нету как бы никакого открытия. Почему? Потому что мы с вами уничтожили бактерии практически все вредные, какие только возможно. Много вирусов мы уничтожили всякими разными своими этими прививками и вакцинами и прочее. Вот. И мы, по сути дела, наш иммунитет, как бы сказать, слегонца стал добычей. ВИЧ проявился не просто так. Понимаете, это тоже следствие. И то, что вирусы это новая эпоха, и мы пока к ним слабо готовы, особенно если у них высокая вирулент, как у ВИЧ, то есть за сих пор же нету вакцины, потому что он постоянно меняется. Вы не можете к нему адаптироваться, можете лечить уже хорошо, не допускать его развития в виде болезни уже, но вы не можете его победить. И коронавирус не такая страшная штука, но в целом то, что мы, вмешавшись в естественный отбор, вмешавшись в эволюцию, создаем вот эти вот природы, не терпит слабости ничей. И то, что мы смогли победить врагов, таким образом наша слабость, она стала толстой, и в нее легко попасть. И вот вирусы стали попадать в нее. ВИЧ, понимаете, это начало восьмидесятых. Сейчас коронавирус не страшная штука, кстати, низкая смертность относительно по сравнению с тем, что могло быть. Это не испанка, которая косила там просто всех по поводу. И сейчас этот карантин, у него же одна цель у этого карантина, просто снизить пик заболеваемости, чтобы размазать заболеваемость, а в одинаковом случае заболеть. что количество итальянцев заболевших, что смертность может быть разная. Смертность разная, если медицинская служба готова к тому, чтобы оказывать помощь пациентам. Она готова, если на нее сразу, если тысяча человек пришло в приемный покой, в больнице, никакая больница с этим не справится. Поэтому задача всех этих ограничений состоит в том, чтобы эту пиковую кривую свести к более пологой, чтобы они приходили в приемный покой по 50 человек, по 20 человек в день. Когда так приходят, медицина их может всех обработать, и все нормально, большую часть будет выживать, все благополучно будет происходить. Как сейчас, у нас очень низкая смертность. У нас понятно, что зараженность значительно выше, а все нормально, очень хорошо мы пока движемся. Но это пока. И хорошо, что эти меры ограничительные приняли. Тоже тут надо понимать. Другое дело, что это невозможно будет постоянно делать. Сейчас медицина чуть-чуть поднаберет оборудование, еще что-то. Надеюсь, государство как-то в этом направлено наконец-то что-нибудь даст медицине. И в результате мы получим уже такую пологую кривую, где пациенты будут получать адекватную помощь и будет постепенно наращиваться иммунитет. Мы хотим обратить внимание в сфер-экции журнала Собака.ру, что мы призываем всех наших подписчиков побыть немного дома, хомоть врачам, сократить количество зараженных в один момент. И хотела сказать, что этот эфир появится в том числе, будет записан в сторис на страничке Курпатов Official. и также небольшое резюме нашей сегодняшней встречи, нашего эфира обязательно выйдет на сайте www.sobaka.ru Пожалуйста, читайте. Очень много замечательных, полезных, потому что советов нужно, я считаю, всем с этим справляться. А такой вопрос насчет агрессии. Третью неделю на этой. Я приехал из Греции, я писал книжку, приехал, все, последним самолетом практически, ну, предпоследним, предпред. Я, да, я две недели культурно, понимаете, как положено, я же понимаю, потому что вы бы видели, как Греция реагирует, понимаете, это вот, я просто наблюдал это, они просто за неделю, ну, там даже меньше, они все, они перестали здороваться в замке, они все одели все перчатки, все позакрывалось чертой матери, то есть работали только в аптеках, можно было заходить по одному человеку, все остальные стояли на улице, в расстоянии, и это произошло просто потому, что людям сказали, дорогие люди, хотите жить, вот сделайте вот это, и они, у них есть ответственность за собственную жизнь, это у греков, которые, я прошу прощения, это еще не вершину, так сказать, вот, как бы, такого, исполнительности, понимаете, а у немцев даже там вообще сразу черт знает что, они просто все, по имени смертность низкая, понимаете, поэтому, вот, но, а мы вот, все ходят, я посмотрю в окно, у меня тут, ходить негде, понимаете, толпы ходят, птичек кормят, ну, больные, ну, что, ну, куда это, ну, ну, как бы, при том, что понятно, что все равно это все будет у нас сейчас, пойдет волна, сейчас вот это все, помрет много народу, все придут сразу в разум, начнут, как бы, вот это все, ну, как это объяснилось, все вот это. А как нам повысить, как нации, свою личную ответственность? Понятно, что это дело, конечно же, каждого человека, да, надо с себя начать, но почему, почему мы вообще в такой ситуации, когда нет никакой ответственности, и что с этим делать? Ну, вот мы любим, понимаете, вот как-то, чтобы как-то вот сначала прочувствовать, а потом героически, это называется Russian, Russian, Russian business, бизнес, бизнес по-русски, или вот это, вот это вот, что вот у нас, наверное, довести вот до какого-то, потом, значит, все поддут, взбодрятся, и подвиги совершают. Вот почему как-то чуть последовательно не действовать, это, конечно, мне непонятно. Ну, что делать? Ну, так привыкли. У нас просто, видите, все очень быстро менялось. Понимаете, мы, мы, что, только начали капитализм строить, он к чертовой матери рухнул, значит, социализм стали строить, война случилась, только война закончилась, мы давай строить снова, значит, опять социализм, понимаете, только его чуть-чуть куда-то построили, там, пенсионеры нам дали все, да, черт знает чего, снова старались строить, мы вот все время, как бы, все время как-то не пожить. Это вот как с английским газоном, знаете, простой рецепт английского газона, да, трава и поливай, вот, и так 300 лет, вот, вот было бы у нас 300 лет, был бы и газон, вот, алмаз вот этот газон для декорации делают, и вытопчат ее через три дня. Но все равно, вот эта самая пресловутая личная ответственность, как, например, в той же самой Греции, она начинается с каждого конкретного человека, или, вот, как вот поймать эту... Ну, я считаю, что это вот связано с... У нас уже очень такой, мы очень коллективные, вот, у нас вот в мышлении, не в мышлении, а скорее вот, как бы, это у Пьер Бурдье, такой великий социолог, у него было понятие габитуса, это вот, как бы, набор привычек в культуре, да, то есть это даже не мышление, а просто набор привычек. И вот у нас набор привычек такой, что мы, как бы, не боимся за собственную жизнь. Но, во-первых, у нас в целом, она не является ценностью никакой, да, значит, везде она в мире, люди понимают, что ты или выживешь, или не выживешь. И все, если будешь, хочешь ходить бомжом, ходи бомжом. А у нас вот эту всю дорогу, значит, в Советском Союзе как было? Не хочешь работать, не можешь, заставим, не сможешь это... Ну, в Америке такого нет. Не хочешь работать, болеть, просто видеть тебя не хотим, три раза. Там улица хорошая, лежит на ней. И, ну, в Европе в каком-то смысле тоже, в общем, если ты сам о себе не позаботишься, то ты будешь находиться в очень низких слоях как бы в возможности. А у нас вот этого, не было этого периода, когда мы могли как-то осознать собственную ответственность за собственную жизнь. Мы или были все вместе в задницах полные, я прошу прощения, мы умеем, так сказать, залезть, не балуйся, ну, или мы, у нас, о, не подорожало, все, золотые годы, там, этот все, этот, как его, блондинка в шоколаде и вот это, гламур, гламур, да, вот это был, гламур, да, из грязи в князь, мы большие специалисты. И, и, конечно, как бы, отсутствие вот этого, как бы ответственности за собственную жизнь, вот это, и 300 лет, понимаете, тоже, как бы, вот медицина, но медицина, у нас говорят, что она дорогая, потому что она все платная, да, но и она не платная, потому что реальная платная медицина дороже просто на порядке, вы просто не платите ни за что, ни за образование врача, вы ему взятку даете, другое дело. А за то, что его учили 10 лет, понимаете, за то, что он сколько людей искалечил, пока выучился сам, то есть, и вот это за все оборудование, технологии и так далее, вы ничего не платите. Во всем мире, поэтому ты загремел в больницу, и через день тебе счет такой выставляет, что ты будешь просто в ужасе бегать как по периметру, понимаете. И в лекарственнике, у нас пришел в аптеку, купил, что захотел. Это хоть там сейчас какой-то, ну, как всегда, по глупости тоже и из дурости, могу какая-то там ограничена, получите просто так лекарство, нет, даже к врачу пойти, к врачу должны пойти и 500 долларов заплатить. Вот привет, вот как так? Вот после этого сразу начинаешь думать про здоровье. Вот. И я тут за бесплатную медицину, если меня спрашивать, как я хотел бы, чтобы было. Но вот, но с точки зрения ответственности, конечно, это снижает ответственность. Может быть, этот кризис в чем-то нам полезен? Не надо. Я предлагаю попытаться извлечь из него какую-то пользу, но, конечно, лучше без кризиса. То есть, не надо трактовать мои слова, что я, значит, за этот, как его, я хочу всем мир, дружба, жвачку, чтобы все были богатые, здоровые, умные и так далее. Но, к сожалению, есть внешние факторы, которые определяют и наши поведенческие стратегии, и наше взаимодействие друг с другом, и нашу социальную ответственность, там и прочее. Ну, то есть, если вы понимаете, что от того, что вы можете заразить человека, возможно, вы больны, вы можете заразить человека, оттяните, все, не ходите, но это же ты должен про других думать. Это же вот, сколько исследований это проведено, сейчас, значит, говорят, есть ли риск заражения? Да, есть. Боитесь? Боюсь. А на сколько верите, что заражусь? Вот на чуть. Потому что про себя, про себя, вот как бы, со мной не случится. Ну, а кто вам сказал? Вот я же, оно не спрашивает, не ведет дискуссию. Кого-то попадет. Но, как вы считаете, вот ваш личный футурологический прогноз, поскольку вы все-таки являетесь компетентом Сбербанка, крупных все, ну, конечно, мы считаем, что вы знаете, может быть, чуть больше, чем все простые смертные. Как этот, именно экономический, как нам правильно выплатить из него? Какие у нас глобальные последствия? Как мы можем сейчас стимизировать? Понятно, что каждый на своем уме как-то наши потери, потому что понятно, что выходить из этого мы будем долго. Ну, на самом деле, очень многое будет зависеть от, наша страна очень зависит от мировой экономики. Ну, то есть, мы не та страна, которая, вот как Китай, они огородились стеной всех видов, и они могут получить удар, пробоину, они ее сами залатают и сами пойдут дальше. Они тоже зависят от того, что сейчас, конечно, все включены, нету отдельных экономик, да, но есть экономики, имеющие свой большой потенциал внутренний. То есть, вот если во всем мире будет черт знает что происходить, они смогут стабилизироваться внутри себя. Это Америка, вот, потому что она, как бы, центр притяжения всех интеллектуальных ресурсов. И Китай, потому что они устроили у себя это вот очень жесткое управление, вот, очень целенаправленное, они там на 50 лет вперед планируют, поэтому, ну, как бы, не наша история. Вот. И мы будем зависеть, конечно, от того, как мировая экономика будет развиваться. Вот. Проблема Европа. Вот. То, что Европа, значит, вот сейчас настолько раздроблена в результате вот этих всех происходящих процессов, ну, понятных, то есть тут, как бы, они не виноваты, ну, вот. Но так бывает. Из-за того, что Европа оказалась в таком состоянии, а мы с ней очень завязаны, конечно, экономически. Вот. И все будет зависеть, вот, они потребляют нашу газ, нашу нефть, нашу все на свете. Вот. Поэтому это главная проблема, это вот, как Европа встанет. Если Европа начнет вставать, ну, я считаю, что, в общем, ну, как бы там потрясет, потрясет, мы как-то выкармемся. Если Европа будет продолжать ложиться, вот, как она сейчас делает по-пластунски, понимаете, вот, то, конечно, у нас непросто. Потому что у нас внутренних, конечно, ресурсов. мало что производим. Ну, хотелось бы для тоже наших подписчиков немножечко, скажем так, сделать саммари, такой, да, подвести такой итог, что каждый... Это будет хорошо. Спасибо. Владимир, я не знаю, что вы это скажете, потому что от вас это очень важно. Маленький итог личных шагов каждого человека, что мы сейчас делаем, чтобы самих себя спасти от ненужной психологии, от ненужного невротизма. Первое, мы складываем тревогу, переводим ее в конструктив, а дальше? Мы ищем себе реальные задачи, готовимся к будущему, значит, то, что касается просто невротических каких-то состояний, используем разные психотерапевтические техники, которые позволяют свое психическое состояние нормализовывать, вот, ну, и важно соблюдать просто правила, и нужно потреблять. Никаких новостей сейчас нету, вот, значит, новости нам один раз сказали, пять дней, сколько там, недельку, теперь месяц, все, новости закончились, вот, все остальное просто надо адаптироваться к соответствующим периодам, на эти периоды планировать свою образовательную и прочую деятельность, вот, структурировать свой день обязательно, вовремя ложиться, вовремя уставать, вот, распределять время на работу, на образование, на отдых, да, сейчас тоже главная проблема у людей на удаленке, что у них работа превратилась в отдых, а отдых превратился в работу, уже и все перепуталось, вот, поэтому образуем дома рабочие места, вот, я за своим рабочим стал, не ем, не сплю, вот, для этого есть, как там у Филипп Филиппича было, а кроликов буду резать в операционной электромат, может Айседора Дункана и обедает в спальне, а мы, да, надо выделить рабочее место, где вы работаете, угол стола, понимаете, который, вы точно знаете, вы садитесь за ним, вы на нем мучаетесь там и так далее, вот, сейчас важно внутри головы вот распределить эту, как бы понять, что работа переместилась домой, обучение переместилось домой, выделите для этого парту, рабочий стол и так далее, и так далее, по времени тоже выделите, что вот у вас есть время отдыха, ну, то есть, вот, у меня в 10 часов вечера, вот сейчас 9, вот, у меня в 10, у меня еще час работы, и в 10 у меня начнется отдых, вот, я буду 2 часа отдыхать, вот, я посмотрю серию сериала, потом буду читать книжку, вот план, вот, все распланировано, хотя, в общем, мог бы всю дорогу сидеть, дурака валять и дурака валять, поэтому... Это очень важно, мы не путаем подпочее время и личное... да, да. И отзагируем квартиру, все, всему отвозим свое место. Все, свое время, все обязательно, и если работаете, вы работаете, нету такого, я поработаю, пойду чеку попью, значит, все, пойду в интернете посижу, там, посмотрю, что новое обновилось у кого-то, спрашивают, какой сериал, сериал Корона, я смотрю сейчас, я очень любую эту английскую королеву, жесткую женщину, это порядок на мой тему. Андрей Владимирович, а вы хотя бы один список прочли из списков того, что рекомендовано сделать на карантине, ну так, хотя бы просто из гради интереса? Нет. Я так и знала, что вы скажете, должна была спросить. А вы считаете, это бесполезная вещь, вот эти списки? Они не продуцируют ли они еще больше тревоги от того, что ты не успеваешь сделать то, что ты должен успеть на карантине? Ну, знаете, я вообще столкнулся с новой такой реальностью, я не думал, что так бывает. Сейчас люди очень нуждаются в навигации, вот, и они нуждаются, многие, в очень простых каких-то рекомендуют, что делать, куда идти, что делать и так далее. Я иногда просто, я привык как-то осмыслить и как бы вот осмысленную вещь как карту представить людям, а дальше вы там сами сообразите. Ваша же карта, ваша жизнь. Нет каких-то универсальных решений. Но мы вот сейчас входим во время, когда люди, вот, они уже карту не хотят. Они хотят сразу, можно вот отсюда мне куда, направо или налево, два шага или три. Вот. И в этом смысле это, конечно, печально, вот, потому что это говорит о том, что у нас нету дистального видения, а креатив, творчество, интеллектуальное творчество всегда предполагает дистальное видение, когда вы смотрите на несколько шагов вперед. На несколько шагов вперед нельзя смотреть под водырем. Понимаете, вот, когда шахматист выстраивает партию там в несколько шагов и думает, как будет все происходить, понимаете, он не может сделать под водырем, у него в голове это нельзя сказать. сказать, ну, это вы еще будете с поводуем на 20 шагов рассчитывать, вы просто месяц просидите над этой историей. Это вот такая комбинаторика. Поэтому, к сожалению, сейчас вот потребность в таких очень простых как бы рекомендациях и так далее, она возрастает. Ну, что поделать? Ну, такая реальность. Мы немножко инфантилизируемся, понимаете? Вы посмотрите, что люди в кино смотрят. Они смотрят мультики, взрослые люди. Понимаете? Они раньше смотрели Феллини, Позолини и Рязанова. А сейчас они смотрят Марвел. Я ничего не против Марвел вообще, просто все смотрите, кто что хочет, но они смотрят Марвел, Гарри Поттера и все мультики. Ну, как бы взрослые люди сидят и смотрят мультики. Ну, как? Или Властелин колец, это же куда годится. Там ходят гномы. Гномы. Взрослые люди сидят и они потом гномы играют еще. Это куда же годится-то. Мы, конечно, инфантилизируемся. И это проблема. Потому что Кант говорил, что просвещение началось, когда человечество вышло из детства во взрослость. У нас сейчас конец просвещения. У нас начинается метамодерн. Когда взрослость заканчивается, начинается инфантилизм и нужны поводыри. Это, ну, как бы я не в восторге. Но что делать? Мы же как бы делаем, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Теодор Рузвельт, красная таблетка и все. Работа, я работаю. Андрей Владимирович, мы, конечно, вас обожаем. Спасибо вам, это взаимно. Я рад был с вами повидаться. Нам надо заканчивать, да? Да, у нас уже заканчивается эфир. Я хотела бы подытожить для наших зрителей, что эфир будет сохранен на страничке Инстаграма Курпатов Офишел. Резюме вы сможете прочитать на кайфе Собака.ру. Спасибо большое всем. И главное, наверное, что можно сказать нашим подписчикам, солнце мне тут совсем ушло, что, несмотря на что, все будет хорошо, дорогие друзья. Да, Андрей Владимирович? Мы будем за это бороться. Спасибо вам огромное. Прекрасного вам вечера. И надеемся на скорый с вами эфир. Благодарим вас. Спасибо. Всего доброго. Хорошего вечера. Спасибо всем большое за просмотр. С вами были Андрей Владимирович Курпатов и журнал Собака.ру. До свидания. Счастливо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok